Читал вам лекцию о том, чтобы вы мне задавали вопросы прямо в процессе, и я на них вам постарался ответить. Времени у нас где-то час. Надеюсь, что за это время мы уложимся. Давайте начнем. Итак, сегодня наша тема – элементы управления вниманием. Чтобы начать говорить об этой теме, нужно поговорить об одной такой вещи. Называется она «Проклятие инструмента». Сейчас я вам объясню, что это такое. Идея вот в чем. Когда вы начнете работать с разными инструментами для редактора, индизайном, фотошопом, пингенда, бутстрапом, чем угодно еще, в какой-то момент вы узнаете, что, оказывается, у этого инструмента есть способы раскладывать текст по-разному. У вас появятся способы давать тексты разные шрифты, разные начертания, разные гарнитуры, размеры и так далее. И есть такая проблема, что когда у дизайнера или у редактора есть инструмент, который позволяет что-то делать, с большой вероятностью человек будет этими инструментами пользоваться. И часто не всегда эти инструменты будут приносить пользу. То есть иногда из-за того, что у тебя есть инструмент, ты делаешь фигню, потому что ты этим инструментом пользуешься неуместно. И в этом смысле, я вам приведу сейчас наглядный пример из нашего мира редактуры. Когда-то, несколько лет назад, всякие дизайнеры научились в HTML очень легко делать многоколоночные всякие элементы, то есть многоколоночную верстку. Грубо говоря, они рисовали какой-нибудь большой... У нас страница где-то посюда, представили, да? И вот, значит, дизайнер рисует тут некий заголовок, да? Тут у него такой же заголовок второй, такой же третий заголовок. Вот, допустим, три колонки. Потом он узнает, что оказывается, к заголовкам можно нарисовать какую-нибудь иконку, которая будет обозначать что-то в этом заголовке. Там, не знаю, сердечко, подарочек, да? И, не знаю, кусок тортика, да? Вот. Пум-пум-пум со свечкой, да? И под этим всем хозяйством можно, как вы сами понимаете, нарисовать, написать какое-то количество текста, да? Так появился целый дизайнерский шаблон под названием трехколоночная лендинговая верстка. Она характерна тем, что вы обязательно ставите наверх некую картинку, вот такие вот иконочки, да? Часто это какие-нибудь модные векторные иконочки. Под ними обязательно... Они обязательно стоят в три или в четыре колонки. Под ними обязательно стоит какой-то поясняющий текст. И в этой ситуации я недаром нарисовал сейчас именно в таком виде этот узел. Потому что именно в таком виде он читателем и воспринимается. То есть читатель приходит читать вашу прекрасную страницу. Да, ну-ка давайте сделаем наоборот. Вот это черным, да? Думаю, так вам сейчас будет легче работать. Есть. Так. Не получилось. Еще раз. Во, получилось. В чем проблема-то? Смотрите. Вот мы имеем такой узел, как происходит наше любимое, уже знакомое вам чтение нашего текста по диагонали. Вот читатель приходит, читает какой-то заголовок, да? Прочитал. Дальше он рассматривает иконки. Одну, вторую, третью или пробегается по ним бегло. Может быть, он прочитает вот эти вот абзацыки, эти вот заголовки. И внутри, вот ниже этот текст уже не читается, потому что все интересное как бы произошло здесь. Но нужно понимать, что здесь будут использоваться какие-нибудь неинтересные иконки, какие-нибудь стандартные там, типа, земной шар, какой-нибудь карандашик, да, или какая-нибудь еще ерунда. И все это в целом очень неинтересно, это заезженный штамп. Однако из-за того, что в какой-то момент появилась технологическая возможность так делать, так начали делать все. Сейчас, если ты посмотришь на любой шаблон любого лендинга и любой конструктор лендингов, любой там WordPress лендинг-пэйдж-генератор, ты обязательно найдешь там вот такой узел. Три, четыре или пять колонок с иконками и подписями. И тут нужно о редактору хорошему задуматься. А помогает ли то, что у меня есть такой инструмент, тому, что я пытаюсь сказать читателю? Я приведу вам другой пример, который тоже покажет, в общем-то, аналогичную историю. У меня есть информационный продукт, ну как продукт, запись моего выступления на саммите WebSarafan. И для того, чтобы эту штуку продавать, я как-то раз решил сделать для него промо-страницу, то есть лендинг. И я его делал с помощью инструмента Bootstrap, о котором вы наверняка наслышаны из предыдущих вебинаров. Вот этот лендинг. Вот он такой. Ну и если вы знаете, примерно знакомы с Bootstrap, все, что там... Сейчас какую-нибудь такую штучку открою. Ну-ка. Вот такая там страничка есть. Если вы знакомы с Bootstrap, то вы наверняка знаете, что там верстка, то есть то, что происходит на странице, делается как будто бы это таблица. У него есть некие слои, то есть уровни, ряды. Вот это вот сейчас я отделил один ряд, второй ряд. И там где-то внизу идет третий ряд. А внутри рядов, то есть внутри строк, в которых я верстаю, есть столбцы. И я могу занять из этого ряда, например, 10 столбцов здесь. И тут еще на два столбца поставить какой-нибудь текст. То есть Bootstrap позволяет мне на веб-странице поставить какие-то два элемента рядом. Вот как мы это лицезреем вот в этом узле. Видите, моя фотография. Тут справа текст. То же самое здесь ниже. Мы видим здесь заголовок какой-то, да, неважно там, что на нем сказано. И здесь слева есть какой-то основной текст, а справа есть возможность процитировать какой-то текст, который я хочу вам сказать. Ну вот так это выглядит, да. А тут ниже, видите, еще если ниже посмотреть, есть еще одна, еще один скриншот. И тут, видите, внутри вот этой вот основной колонки, вот это вот как бы наша основная колонка. Я внутри этой колонки могу сделать еще три колонки. И в ней тоже разложить вот эти вот прекрасные, прекрасными столбцами вопросы предпринимателей. То есть Bootstrap позволяет мне поставить элементы на странице рядом. И то, что он позволяет мне это делать, меня как бы стимулирует это делать. В лендингах вы то же самое увидите. В текстовых редакторах вы увидите это же. Если вы видите, что у вас, допустим, появилась в Word панель выбора шрифта, вы, естественно, залезете туда и шрифт поменяете. Если вы видите, не знаю, в Фейсбуке какой-нибудь стикер или в Телеграме видите кнопку «Добавить стикер», вы на нее нажмете и стикер добавите. То есть инструмент во многом определяет то, как мы им пользуемся. То есть наличие инструмента влияет на то, как мы подходим к проектированию наших продуктов. И в этом бы не было ничего страшного, если бы инструменты мы использовали нормально. Но бывают ситуации, когда мы инструменты используем ненормально. Вот этот трехколонный лендинговый ход явный, вот прям вот блестящий пример того, когда это начинают использовать ненормально и неинтересно. То есть суть проклятия инструмента вот в чем. Я сейчас его пытаюсь сформулировать вам. Проклятие инструмента в том, что если у вас есть, чтобы поставить рядом два объекта на странице, например, с большой вероятностью рано или поздно вы их поставите. И соль в том, дело не в том, что это плохо ставить предметы, а в том, что в некоторых случаях это вам навредит. Сейчас я вам продвину, чтобы было видно. Вот так должно быть видно. Давайте вот рассмотрим этот узел, который сейчас передо мной находится. Я его вам сейчас показываю близко. Ну вот видите, да, тут фотография, фактоид, тут, вот тут, вот тут, все, да. Сейчас я попытаюсь это отъехать, чтобы было немного лучше видно издалека. Ну и вот такой у нас узел. Фотографируем его. С точки зрения идеального какого-то управления вниманием, в абстрактного управления вниманием в вакууме, это должна быть хорошая страница. Почему? Потому что тут есть акцентные элементы. Да, вот он, вот он. Есть иллюстрация, в которой есть что рассмотреть. Есть тут выделенные желтые места, тут есть выделенные желтые места. И, по идее, читатель должен ходить по такой траектории. Он изучает картинку, смотрит сюда, идет сюда, потом идет сюда, читает что-то отсюда, может быть, читает что-то отсюда и, в общем, дальше ходит, по идее. Но если мы посмотрим на эту страницу реально, мы узнаем, что на самом деле понять, что тут главное, довольно сложно. Более того, понять, в каком направлении ее читать, тоже довольно сложно. И самое главное, непонятно, в какой последовательности читать. Раз. И второе, все элементы друг с другом спорят. Вот этот блок с цитатой. Адски спорят вот с тем, что происходит здесь. Наверняка вы заметили, что этот кегль больше, этот меньше, этот перетягивает на себя внимание, но он стоит справа, поэтому он как будто бы неважный. А этот вроде как в основной колонке, но он меньше, и он вроде как важный, но он почему-то мельче. Более того, тут выделено кое-что жирным, и тут жирным, и тут жирным, а тут жирного нет, тут желтое. Короче, всего очень много. Оно здесь есть, потому что я могу это сюда поставить. И, наверное, в другой ситуации я бы эти приемы применил правильно. Но из-за того, что в тот момент, когда я это проектировал в первый раз, я не подумал о том, что это будет так перегружено, у меня была возможность поставить что-то вот сюда сбоку, я это поставил. И это привело к тому, что получился плохой продукт. Сейчас я вам сравню эту же страницу до и после трансформации, которую я сделал после, уже когда я осознал свою ошибку. Интересно, получится у меня это открыть снова. Да, получается. Я сделал вторую версию этого лендинга. Сейчас мы запускаем его в AB-тест, то есть смотрим, насколько хорошо будет работать одно и другое. Но уже сейчас я могу предположить, что то, что я сейчас вам показываю справа, будет работать немного лучше. По крайней мере, показатели поведения у нас будут лучше на этой странице. Я вам сейчас показываю. Вот два узла. Вот мы их сейчас с вами сравниваем. Вот слева. То, что было. Наверное, надо по-честному вот так сделать. Ну, типа того. Сейчас. Опа. Да. И справа то, что стало. Хотя давайте вот так вот сделаем все-таки. Во. Так вот совсем честно будет. Вот смотрим. Вот эти две страницы. Был фактоид. Не стало фактоида. Сама картинка стала крупнее. Не знаю, видно вам или нет, но, возможно, кстати, на этом, на этом брейкпоинте они одинаковые. Тут просто пропал фактоид. Тут был короткий и маленький заголовок. Тут заголовок стал гораздо больше. Тут был мелкий текст с выделением жирным, а справа стоял более крупный текст с выделением. Теперь этот текст стал гораздо крупнее. То есть, теперь он главный вот на этом, в этом месте. Здесь больше нет спора между тем, что главное это или это. А самое интересное, что вопросы предпринимателей, то самое вкусное, что было на саммите, теперь сделано крупно. А, тема-то другая. Вот первая тема. Вот она. Ух ты. Нет, не везде так. Давайте вот эти сравнивать. А, все равно, видите, хорошо стало. Тут был какой-то рваный заголовок. Тут он стал гораздо ровнее и мощнее все равно. И сравниваем теперь вопросы предпринимателей вот здесь, да, и вот здесь. Здесь это какая-то второстепенная неважная вещь. Здесь это гораздо более важная акцентная вещь, гораздо более активная. Что мы получили в итоге? В итоге мы убрали вот это с поля, с бокового, мы его почистили. Мы убрали вот этот вот блок, мы его почистили. И мы сделали еще кое-что, кое-какие косметические типографские изменения для того, чтобы более ясно показать читателю, в каком направлении читать. Это все еще не идеально. Тут все еще есть некий мусор, все еще. Вот это мне не очень нравится, как выглядит выделение жирным. Все еще не очень круто, что и тут жирное, и тут жирное, и тут жирное. Может быть мы бы как-то, наверное, как-то еще лучше можно придумать. Но уже стало гораздо чище. И здесь, чтобы получить такую страницу, мне пришлось, у меня получилось это проклятие инструмента преодолеть. То есть сделать так, чтобы страница выглядела гораздо аккуратнее, чище и, самое главное, понятнее и без ощущения перегруза. Несмотря на то, что мои инструменты позволяли мне сделать ее, наоборот, гораздо более сложной и перегруженной. И первый отсюда важный вывод, который я вам сейчас буду говорить, который связан напрямую с этим всеми историей. И вы вот этот такой не перегружайте. Сейчас это окажется довольно неочевидным, потому что у вас еще не было ситуации, когда вы могли перегрузить. Но, как правильно отметил Стас, у нас уже экватор. Это значит, что вы прошли половину пути, и вот-вот у вас начнутся задания из серии управления вниманием, верстка статьи на бумаге у меня будет для вас задания. Потом вы будете делать курсовую. И на этой курсовой у вас будут все возможности, чтобы поставить что-то на поля, сбоку, сделать многоколонники и наделать всяких элементов управления вниманием, потому что вы можете. Но нужно в этот момент задуматься и не перегрузить. Что это значит в практическом смысле, сейчас будем с вами разбирать. И прежде чем мы это сделаем, сейчас я поясню, как это относится к нашей основной теме управления вниманием. Мы говорим о вещах, которые отличаются от основного текста. То есть, вот мы имеем фотошопчик. Сейчас давайте почищем, почистим тут все. Нарисую вам колоночку текста. Пумс, 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 пумс. Отрежем. Давайте вот так. Раз, два, три, четыре. Это у нас будет наш основной текст. Стандартный, совершенно четырехобзацный. В одном из прошлых вебинаров я вам рассказывал, что нужно любой текст делить на абзац. Это совершенно верно. Все правильно. И вот мы начинаем его как-то управлять вниманием внутри него. Добавляем сюда заголовок. Сюда добавим сейчас подзаголовок. Вот так вот сделаем. Добавили. Уже лучше с точки зрения управления вниманием. Уже оно стало немного более структурным и наглядным. Оно все еще красивое, потому что два абзаца здесь, два абзаца здесь. Но отсюда можно уже начать усложнять и переусложнить. Вот вам совершенно жизненный нормальный пример того, как можно переусложнить. Сейчас я возьму какую-нибудь картинку. Добавлю вот сюда. Давайте там. Какой-нибудь плакатик. Возьмем, который мы будем сейчас дарить нашим читателям книге. То, над чем я недавно работал. Вот мы имеем некую иллюстрацию. Она как раз на счастье имеет оранжевую заливку. Хорошо. Вот мы поставили здесь на полях картинку. Давайте сравним, как было до и как стало после. Чтобы представить. Вот было до. Все внимание где-то вот здесь. Вот мы включили картинку. Стало после. Что произошло? Думаем. Я даже ее немножко увеличу для наглядности. Что произошло? У нас мы можем поставить картинку сбоку. Это фотошоп. Мы можем сделать все, что угодно. Но теперь, если мы наблюдаем за движением глаза человека, то он теперь идет где-то сюда. Пумс, пумс, пумс. Тут все изучает, изучает, изучает. Потом у него происходит ситуация. У него вот здесь вот этот текст и вот эта иллюстрация. Они начинают между собой спорить. Что самое важное? Что главнее? Пока он читает этот текст, если он будет его читать, он будет постоянно перескакивать сюда. Потому что она постоянно у него в поле зрения. Она постоянно на него давит. Постоянно давляет над этим текстом. Они между собой начинают спорить. Если я сейчас, допустим, не будем жестить. Возьмем эту же картинку. Поставим ее меленько. А что такое? Ну-ка давай, иди сюда. Вот. Вот я поставил эту картинку очень мелко. Надеюсь, что у вас она достаточно. Такая же маленькая, как у меня. Возьмем меленько, напишем ей тут пару ласковых слов, чтобы было не обидно. Тунц, тунц. Что-то подписали. Есть ли сейчас ощущение, что они спорят? Мне кажется, что нет. Почему его нет? Потому что по размеру, по массе, по активности этот элемент гораздо менее активный, чем вот этот. То есть все еще, да, у нас может быть ситуация, что человек пришел и будет сейчас читать. Ах, ну давай, давай. Что он прочитает сначала здесь, потом прыгнет сюда, потом прыгнет сюда. Но теперь, когда он будет читать этот текст подряд, эта иконка не будет постоянно на себя отвлекать внимание. У тебя не будет ощущения, а что тут важнее. Ну и он спокойно это все прочитает, может быть прыгнет дальше и так далее. То есть мы сделали очень правильную вещь здесь. Мы создали очень четкое иерархическое соотношение между элементами на странице, между заголовком и вот этим абзацем. Если мы сейчас вернемся к старому варианту и поставим картинку соразмерную с текстом, мы создадим проблему в виде того, что они начинают друг с другом спорить. Давайте обратимся к какому-нибудь примеру, в котором такие же ошибки можно было допустить. Ну вот смотрим здесь, да. Вот мы имеем узел на сайте книги Главреда. А зря я создал новое. Вот пусть сюда все пойдет. Вот мы имеем эту штуку, да. Кто здесь главный? Кто здесь доминирует? Очевидно, здесь доминирует вот эта картинка. Да, вот она совершенно точная. Здесь самое главное, самое основное. Она тут царица полей. Этот текст второстепенный. И внутри этого второстепенного блока самое главное это вот купить эту кнопку. Да, она тут имеет такое второстепенное значение по отношению к книге. Но главное в этом блоке. Да, имеем такое. Так, я смотрю, что-то с трансляцией. Ну-ка, друзья, рассказывайте, есть ли у вас трансляция. Интересно. Интересно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну-ка, смотрим, как дела. Так, вроде что-то запустилось обратно. Как дела? Ну-ка, хорошо. Возвращаемся сюда, где мы были. Я вам говорил о том, что смотрим на другую ситуацию, где у нас есть доминирующая картинка и недоминирующий текст. Вот у нас есть доминирующая картинка. Вот она, главная героиня этого экрана. И здесь недоминирующий какой-то второстепенный текст. И внутри этого блока у нас есть кнопка «Купить в магазине». Что было бы, если бы мы сейчас тут поменяли расстановку сил? Например. Ну, кстати, строго говоря, тут бы... Вот видите, у нас тут сейчас есть некая проблема. Вот этот текст очень похож по размеру на это, на «Пиши-сокращай». Это не очень хорошо. Давайте, наверное, попробуем как-то это исправить сразу. Ну, давай, давай. Ага. Смотрим код. Сейчас сделаем чуть лучшим. Ну да, фонд-сайз надо сделать типа 38, а не 48. Может быть, даже... Во! Смотрите, сейчас я сделаю 30 пикселей. Смотрите, насколько кайфовее стало. Еще бы я мог вот это подвигать хорошо в фотошопе, вообще было бы прекрасно. Но я не могу, поэтому, ну, по крайней мере, не сейчас. Если бы даже мог, то не сделал бы. Смотрите как. Несмотря на то, что здесь какая-то адская дыра, и это, конечно, нехорошо, но сейчас очень четкие отношения на этой странице между тем, кто с кем говорит, кто главный, кто второстепенный. Вот это главное, вот это второстепенное. Поменяем расстановку сил. Вернемся к тому, как было. Одновим страницу. Да, вот так было у нас изначально. Ну-ка, кинем, вставим. Что будет, если мы сейчас эту картинку уменьшим? По размеру текста. Примерно так вот, как... Уменьшаем. Ну, по какой-то причине, вот мы и решим так сделать. Если не смотреть на то, что оно сейчас все повылезло, непонятно куда. Сейчас доминирует вот этот текст. Явно, да, он сейчас стал важнее, чем эта книга. У них сейчас такие, как бы, более равноправные отношения. А если сейчас я вот это увеличу, или тем более упаси газ... О, смотрите. Если я вот так теперь сделаю. То книга стала визуально незначительной. Да, маленькая какая-то вообще, плюгавенькая, неинтересная. Это победило. И сейчас они уже реально между собой спорят. Особенно спорят между собой вот эта кнопка и вот эта картинка. Ваша задача, когда вы будете проектировать любой разворот, на любом экране, точнее. Ответьте на вопрос, что главное. Очень важно, чтобы этот ответ давался на каждый вопрос по экрану, для того, чтобы вы понимали... Ну, у вас иначе не получится как бы по-другому. Я под экраном подразумеваю, как кусок экрана, который мы видим в промо-странице, например, вот этот узел, да, некий вот такой прямоугольник, так и на печатной листе это разворот, который читатели видят одновременно. Смотрим вот сюда, да. Читаем, что вот это наш экран. Здесь уже все не так однозначно. Здесь уже большая черная блямба, которая вместе с красной книжкой, они уже начинают спорить с заголовком. Уже нет такой чистоты ясности, как это было раньше. Если я сейчас попробую, наверное, скрыть вот эту блямбу, возможно, у меня даже получится лучше. Ну-ка, сделаем ему opacity 0. Ах, ну да, извините. Не то скрыл. Да. Ну, стало немножко лучше, да? Надо мне убрать этот фактует. То есть, да, фактует выглядел здесь клёво, но из-за того, что он стоял вот в этой вот активной книжке, и из-за того, что здесь уже был активный большой заголовок, они все кричат на тебя, да? И здесь вот этот дополнительный крик в виде этого фактоида, который был вот здесь, он здесь не был нужен. Я его уберу, надеюсь, что в скором времени. Смотрим на этот разворот. Тут у нас тоже есть некие проблемы с этим, но тут, по крайней мере, мы можем читать текст. Можно сказать, что это всё просто колоночки текста. Это большая иллюстрация с текстом, это просто текстик. И тут есть доминирующий элемент, вот этот вот фактор. Вот он тут реально держит, да? Он реально тут собирает на себя внимание и такой классной точкой жирной становится. Здесь более очевидный, вот сравниваем вот этот вид, да, и вот этот. Здесь более очевидные доминанты. Здесь доминирует вот этот заголовок. Вот этот и вот этот. Они классно держатся. Текст здесь крупнее, чем здесь. Всё тут классное, боевое, и читается сюда. Здесь текст меньше, читать его меньше хочется, но он здесь стоит, украшает, доказывает. Здесь явно победили вот эти вот справочники. Несмотря на то, что это иллюстрация с серыми страницами, справочники здесь заголовок победил, он главный. И видите, ни справа, ни слева ничего здесь нет. Специально всё вот такое беленькое, чистенькое, для того, чтобы оно смогло спокойно доминировать. Тут тоже, да, сейчас явный доминирующий акцент – это вот это. Всё остальное стало неким серым фоном. Ну и дальше можете посмотреть. Вот здесь сложнее. Здесь появились оранжевые пятна, да, вот они. Вот это. Тут оранжевое пятно, тут оранжевое пятно. И вот эта оранжевая блямба здесь, она уже не так хороша. Если я сейчас бы переставил её, например, куда-то сюда, возможно, стало бы лучше. А может быть, её стоит тоже убрать. Ну-ка, посмотрим, станет ли лучше. Я показываю на примерах своих работ, потому что я свои работы знаю, знаю свои задачи. Если бы мы разбирали чужую работу, можно было бы сказать, ой, знаете, а у нас там конверсия великая от этих всех приёмов, поэтому наши фактоиды помогли. Я не хочу об этом рассуждать. Я на своих работах в этом показываю. Смотрим, что тут получилось. Не знаю. Возможно, здесь эта блямба и нужна была. Просто её нужно сделать ещё активнее. А с комиксами что-то сделать такое, чтобы они как-то лучше подружились. Но суть в том, что нужно постоянно думать о том, что у вас главное. И если мы вспомним сейчас вот этот вот мой прекрасный узел с саммитом, когда мы смотрим на вот этот экран, тут совершенно не очевидно, что главное. Картинка главная? Или заголовок главный? Или тут нужно смотреть вот сюда? В этом всегда и проявляется проблема, что не очевидно, что главное. Здесь, ну, если мы так по-честному посмотрим, на самом деле высота экрана где-то вот такая. И даже в ней, ну, это даже очень оптимистично, вот такая высота экрана у большинства людей будет. Но даже здесь не очевидно, что главное, потому что и здесь правая колонка, и здесь правая колонка. Эти спорят, эти спорят. Всё между собой спорят. Здесь всё гораздо интеллигентнее. Здесь, вот в этом экране, спора нет. Вот это главное, это второе, ну, вот эти вот две вещи главные, картинка и заголовок. Это второстепенное. Если я ещё уберу отсюда вот эти жирные штуки, мне кажется, будет вообще хорошо. Да, судя по всему, это будет прям классно. Ну, и здесь тоже, а здесь как раз, видите, проблемы. Как только мы докручиваем сюда, у нас начинаются споры. Между, давайте я вам для наглядности покажу. Вот в этом положении экрана у нас начинаются споры. Главное, вот это. Или вот это. А это, вот этот вот заголовок, ещё в свою очередь очень похож на вот эту бирочку, которая здесь стоит. И, может быть, бирочку надо убрать. Давайте попробуем, что будет. Проверить объект. Ну, давай, не стесняйся. Бирка, да, бирка. Давайте скажем, бирки display none. Пумс, есть. А вот это, посмотрим, код. Да, чтоб тебя. Где-то вот здесь, да. Вот, well. Бэм. А давайте-ка. Тунс, тунс. 300. Вот, смотрите, как сразу чистенько стало. Давайте, side-by-side, comparison. Это убираем. Было и стало. Конечно, может быть, вам плохо видно. Потому что у меня тут главное произошло. А, на самом деле, даже всё равно видно. У меня почистились вот здесь места. Вот тут стало чище, потому что пропали вот эти жирные блочки. Из-за них у меня уменьшилось мельтешение. У меня пропала вот здесь бирка. Благодаря тому, что она пропала, у меня вот эти два заголовка стали нормально друг с другом дружить. У них между ними появилась совершенно чёткая визуальная иерархия. То есть, вот этот главный, второстепенный, и нет ничего на этом экране такого же, как этот второстепенный подзаголовок. Вот так я и сделаю, видимо, когда закончится наш вебинар. Вот. У меня тоже бывают такие ошибки. И эти ошибки связаны с тем, что я владею большим количеством инструментов. И когда ты начинаешь ими пользоваться, ты начинаешь хотеть то одно, то другое, то третье поставить, и фактует, и стату на поля, и выноску какую-нибудь, и выводы, и всё это у тебя насаживается, насаживается, насаживается. Ты доволен собой, как классно ты всё это запрограммировал, но в итоге у тебя получается перегруженная страница. А перегруженная страница, читатель просто её не читает, она просто выключается. Как только в странице слишком много форматов, слишком много всего, как только не очевидно, что главное, с чего начинать, всё, вы, читателя, потеряли. Теперь возьмём каждый доступный нам элемент управления вниманием, о котором мы когда-либо раньше говорили, и попробуем этот элемент разобрать с точки зрения того, что там будет главное, что второстепенное, и как сделать так, чтобы это была понятная история. Жанна спрашивает. Теперь предлагаем почитать именно текст. Здесь как раз наличие конкурирующих элементов будет мешать. Екатерина пишет. Много элементов управления вниманием на странице могут быть ведь приёмом ВОЗ, например. Могут быть, если вы знаете, что делаете, и очень хорошо этим владеете. Но я вас уверяю, если вы попробуете сейчас в вашей курсовой использовать много приёмов редактирования, управления вниманием в стиле ВОЗа, и реально сделать их много, то с большой вероятностью получится плохо. Поэтому читатель будет вырубаться. При этом ещё никто не говорил о том, что статьи ВОЗа, именно вот эти перегруженные с кучей всяких элементов, кто-то вообще читал. У ВОЗа был, конечно, передовой стиль, передовая визуальная составляющая. Они классно всё делали в плане исследования того, как можно. Но при этом нельзя сказать, что ВОЗ был самым читаемым и самым легко читаемым журналом. Тут нужно понять такую интересную вещь. Я даже вам должен её записать. Есть статьи типа ВАУ. Это вот традиционный Нью-Йорк Таймсовский есть такой лонгрид, который положил начало интерактивным лонгридам, который называется как там Snowfall, по-моему, про снежный шторм в Нью-Йорке или где-то. В общем, это жанр, когда мы кидаем кучу программистов, кучу дизайнеров на то, чтобы они создали какую-то ВАУ-статью, невероятную, безумную, какую-то прекрасную и удивительную, невиданную доселе. И все эту статью читают, точнее так, её все лайкают, на неё все приходят посмотреть. Они могут писать на конференциях, выступать, рассказывать. ВОУ-ВАУ, технологический прорыв. Да, будут писать. Но в конце концов, в итоге, если эта статья будет плохо обходиться с вниманием читателя, её могут не прочитать. Ну, полно же лендингов, которые ты пролистываешь, так по диагонали смотришь, говоришь, ну да, клёвый лендинг, наверное, клёвый дизайн, но ты в жизни не читаешь эти трёхколоночники, потому что знаешь, что там какой-то там скучный, неинтересный текст. И тебе эта форма подсказывает. Куча всяких интерактивных, длиннющих статей, классных, анимаций, там, куча всего, которые ты кладёшь себе в Pocket или куда-то ещё, потому что ты просто понимаешь, что читать ты не будешь сейчас. Это сложно, нужно в этом разбираться. Да, она клёвая, да, она весёлая, но ты её не читаешь. А бывают статьи, в которых ничего нового не сделано. Ну, там заголовки, подзаголовки, иллюстрации периодически попадаются. Но если там всё сделано чистенько, если там нормально свёрстан текст, если там нормально стоят абзацы, если там правильно стоят выводы, и в редких местах стоят элементы управления вниманием, ты, может быть, даже решишь её прочитать, потому что она кажется простой. Ну, это как, ну, не знаю, от кутюр, да, идёт по подиуму модель в перьях, в кубах, в треугольниках и пирамидах, и шарах, и всё это, значит, невозможно. А есть прет-а-порте. Вот от кутюр классно, все восхищаются, но никто не носит. Вот то же самое здесь. Вы можете сделать офигенную какую-нибудь воссовского класса статью, в которой безумие какое-то в плане дизайна и оформления, но совершенно не факт, что её будут читать. Восхищаться – да. Я вам, как пример, хочу показать как раз-таки статью, которую мы сделали в духе ВОСа, ну, собственно, которую делал один из дизайнеров ВОСа в Тинькофф журнале. Это про кота. Где там наша статья про кота? Ну вот. Ну-ка. Ага, она сломалась, понятно. А нет, загрузилась, смотрите. Кайф, хорошо. Смотрим, как тут всё устроено. Да, тут есть вот такие вот перебивки. Да, тут есть вот эти вот страшные гифки. Их тут много, они по-разному стоят. Но всегда есть одно и то же, один и тот же упорядоченный ход, очень простой. Маленький элемент текста, типа подписи, и блок с картинками. Подпись на всю колонку, да, и блок с картинками. Текст на всю колонку, картинка. Текст, картинка, текст, картинка. Никакая, никакой текст не стоит рядом с картинкой. Даже несмотря на то, что вот здесь, вот смотрите, у нас здесь есть текст, маленькая картинка, мы могли бы вполне поставить этот текст сюда. Вполне, ничто не мешало. Но мы это не делаем, потому что нам очень важно здесь, при этом аду, который происходит кругом, нам очень важно сохранить упорядоченность, чтобы читатель понимал, что, ага, эта статья упорядоченная, простая, я могу её осилить. И эта простота, это чёткое ощущение того, в каком порядке ты читаешь, что главное, что второстепенное, как этим пользоваться, оно тебе помогает. Кстати, видите, внизу появилось три колонки, и сразу гораздо тяжелее стало читать. Вот здесь, не читать даже, а выбирать очень сложно. Вот мы довольно хреново сделали эту часть. Смотрите как. Что здесь главное? Здесь явно доминирует эта картинка, здесь есть этот текст, и три колонки. И в этих трёх колонках нужно разобраться, рассмотреть, что тут за картинки, прочитать мелкий текст, и тогда принять решение. Довольно сложный интерфейс. Крутим вниз, гораздо более кайфово. Огромная область клика, большая картинка. Конечно, мелкий текст такой же мелкий, но всё выглядит гораздо более просто в точке зрения выбора, хотя тут не три статьи, а целых четыре на выбор даётся. Видите? Очень важно, чтобы не было ничего такого, что непонятно, оно важное или неважное, главное или второстепенное. И вот я вам говорю о статьях типа «Ничего нового». Ими не восхищаются формой, но читают зато. Поэтому, когда вы будете дальше исследовать возможности управления вниманием, помните о том, что ваша статья, если вы хотите, чтобы её читали, а не восхищались в первую очередь, в ней должна быть какая-то простая, понятная логика. Что главное, а что второстепенное. Давайте вернёмся сюда. Вот мы начали, я всё никак не заделаю. Поехали. Какие у нас бывают элементы управления вниманием в общем случае? Как ими пользоваться? Мы уже видели с вами постер, мы увидели, это элемент управления вниманием под названием иллюстрация. Если его поставить вот сюда сбоку, то он начинает давлеть над вот этим текстом, они начинают между собой спорить. Если я сейчас, например, откушу вот так вот текст и поставлю эту картинку сюда, тоже будет не очень хорошо, потому что у них опять этот спор продолжается, просто теперь у них вот между собой есть вот эти довольно неприятные отношения. То есть, конечно, не то, что прям нельзя вытекать, обтекать текст иллюстрации, но когда это какая-то важная смысловая иллюстрация, мы хотим её хорошо и эффектно показать, вот так вот её врезать, чтобы она спорила с элементами, которые вокруг неё, не стоит. Как стоит сделать? Можно, например, сделать следующим образом. Сейчас, ну-ка, иди сюда. Это иди сюда. Это нам пока не нужно, уберём. Можно взять и поставить её в основную колонку. Вот мы поставили иллюстрацию в основную колонку. Да, она большая. Более того, можно даже сделать её больше основной колонки, если на то есть у нас возможности макета. Ну, правда, тогда уж на эти сильно больше макета. Вот типа так. Но теперь у нас совершенно очевидное здесь отношение. У нас здесь доминирует над текстом этот заголовок, но дальше на втором экране главное – это вот эта иллюстрация. И когда я захочу к ней что-то пояснительное написать, я могу спокойно написать что-то на полях. Вот так. И у меня никаких проблем с отношениями не будет. Поставил выносы. Можно даже с двух сторон при желании. Всё. Никаких проблем с отношениями у нас нет. Мы картинку поставили главной. Это у нас иллюстрация. Она что-то рассказывает об этом тексте или текст рассказывает что-то о ней. Она наш главный герой. А раз она главный герой, она стоит в основной колонке текста. Давайте напишем отсюда вывод. Смысловые иллюстрации в основную колонку текста. Не надо смысловые иллюстрации, особенно если они детализованные и мелкие, ставить рядом друг с другом, особенно если они говорят о разных вещах. Вы можете например поставить рядом иллюстрации каких-то похожих предметов. Вот сейчас я поставлю сюда иллюстрацию второго плаката, который мы дарим нашим читателям. Вот был один плакат. Сейчас добавим сюда второй плакат. Вот он. Давай. Умс. поставил. Поставил. Благодаря тому, что они примерно из одной оперы, они похожи друг на друга и как-то между собой у них, видимо, есть какие-то отношения, они вместе образуют одну иллюстрацию, целую. И теперь вот эти два плаката можно взять и еще спокойно увеличить. От того, что они стоят рядом, они образуют цельную, совершенно понятную историю. мы, например, можем не знаю message screenshots мы, например, можем рассказать о какой-то переписке в чате и у нас тогда будет некая логика, по которой эта переписка будет развиваться. Заходим в картинки. Так, ну-ка, наверное, давайте какую-то готовую картинку найдем. О, ну вот, смотрите, вот куча какой-то переписки в полном размере. Копировать. Вставить. Да? Несмотря на то, что это склеенные подряд несколько иллюстраций, их довольно трудно читать именно вот в таком порядке, часто не важно. Важно то, что это у нас некая единая иллюстрация. Несмотря на то, что технически это их несколько. И они развиваются в какой-то логике. То есть сначала начинается переписка здесь, продолжается здесь, здесь и здесь. Не самый лучший способ показать переписку. Лучше, наверное, показать ее сверху вниз. Но может быть. Давайте попробуем типа iPhone Enable Hotspot. Вот, смотрите. Вот, совершенно идеальная в этом смысле картинка. Есть инструкция, как включить Hotspot, то есть точку доступа в iPhone. Это две картинки, совершенно очевидно, но они связаны между собой во времени и пространстве. Ты сначала нажимаешь сюда, потом нажимаешь сюда, и потом там наверняка что-то будет третье. Вот так будет как-то. тоже нормально между собой рядом стоят картинки, потому что у них есть логическая временная связь. Они вместе работают как цельная иллюстрация. А если у нас иллюстрация совершенно не связана между собой по смыслу, а просто как бы вы так подобрали, то это будет плохо. Не знаю, у вас тут девочка одна будет вот у вас будет фотография девочки, а тут у вас будет фотография автомата, например. вместе эти картинки создают ощущение, что эта девочка пользуется этим автоматом, или она его нашла, или что-то, в общем, между ними есть какая-то логическая связь. Если логической связи нет, то это плохое решение, потому что они не могут стоять вместе и не иметь между собой логической связи. С иллюстрациями понятно, главный принцип, что смысловая иллюстрация становится в основную колонку текста. Не на поля, не, если у вас текст занимает половину экрана на вторые полэкрана, смысловая иллюстрация не ставится рядом с текстом, только под ним в основную колонку. Если вам надо эту иллюстрацию как-то пояснить, вокруг нее ставите мелкие подписи, только так, не пытайтесь вот сюда там как-то эту иллюстрацию врезать. Нет, так не надо. Еще бывает такая у многих беда, как раз таки вот из этой серии, смотрите, вы берете иллюстрацию. Точнее так, давайте я сейчас вам нарисую. Вот у вас была раньше вот такая красивая иллюстрация, где были люди, там что-то они выступали, да, он там в кепочке, это лимбискет, значит, поет песню, тут барабанщик за барабанами сидит, тоже в кепке, да, и палками машет там барабан у него, тут, значит, сцена, тут народ, это вид сзади, ну, вот такая какая-то, да, с кучей деталей фотография. Она кайфовая, когда у вас, ну, когда на ней куча деталей, она кайфово встанет вот сюда, прям зашибись, вот, смотрите, классно, да, прям как будто ты на этом концерте прямо находишься, да, можно даже, если вы хипстер с бородой, но только если вы хипстер с бородой, можно даже на весь экран ее вот так вот для полного, значит, эффекта присутствия, как будто мы реально на этом концерте и ничего на экране, кроме этой вот фотографии нет. И я, это, в общем-то, очень верное решение с той точки зрения, чтобы показать, что вот мы как бы сейчас, вот как видите, мы начинали читать статью, да, тут был заголовок, основной текст, мы докрутили до этой фотографии и теперь ничего в мире, кроме этой фотографии, нет. Ничто не мешает, ничто не нарезает на эту фотографию, ничто, не дай бог, не ставится сверху или снизу, имею в виду поверх нее, чтобы ее замутнить и как-то сбить ее. Видите, все, вот мы идеально фокусируемся ровно на этой фотографии. А ошибка, собственно, бывает в том, что люди начинают эту прекрасную супер детализированную фотографию уменьшать вот до таких размеров и стараться поставить в основную колонку, ну, типа, вот, да, для иллюстрирования, вот сюда. И она у них, у них начинается проблема, что она начинает доминировать над текстом, они начинают, естественно, эту проблему решать, удаляя часть текста или уменьшая еще больше эту иллюстрацию или добивая текст. И в итоге происходит то, что у вас тут куча мелких деталей, которые невозможно разглядеть. Картинку эту победило, то есть, вот, текст победил ее полностью. И, в общем, ничего не получается хорошего, ровно из-за того, что слишком детализованная картинка стоит в слишком маленьком месте, а еще хуже, если она стоит не только внутри текста, а еще и на полях, сейчас покажу. Еще часто ее ставят на поля, и так как поле, как правило, узкое, они ее вообще уменьшают до такого состояния. Тут вообще ничего невозможно разглядеть. Поэтому давайте напишем даже второе правило. Фото или иллюстрацию с мелкими деталями только на максимальную ширину. нельзя брать детализованную фотографию, уменьшать ее до какого-нибудь маленького, маленькой картинки на полях. Если вам нужна маленькая картинка на полях, без проблем. Рисуйте картинку, в которой будет какая-то одна маленькая деталь. Например, вот голова Фреда Дерста, лысая, да, он недоволен жизнью. вот его кепочка и вот он поет. Вот это норм, потому что здесь мало деталей. Это, если мы сейчас увеличим эту фотографию на весь экран, там максимум, что будем рассматривать, это его под эти поры, реснички, губки, глазки и так далее. нам это не нужно здесь. Нам нужно здесь показать в целом портрет и не обязательно так его детализовать. Поэтому можно поставить его вот так вот на поля. Но всю группу ставить на поля нельзя. Так, я это записал? Да, только на максимальную ширину. Мелкие детали, а на полях только выхваченные детали. Добро! идем дальше. С иллюстрациями вроде разобрались, да, вот иллюстрация должна стоять на всю ширину, если в ней мелкие детали. Если это две иллюстрации, они должны быть по смыслу связаны. Девочка берет автомат. Мы дарим два постера, такой и такой. Хорошо. Возвращаемся к нашему тексту. Так, а вопросы есть? А, вопросов пока нет. Окей. Следующий элемент, которым нужно знать, который стоит на полях, это фактоид. Фактоид очень простая вещь, наверняка знаете, это мы, значит, берем некую цифру, например, давайте придумаем тему статьи какую-нибудь, чтобы не выдумывать. как починить Macbook. Например, такая у нас статья. Может же у нас такая быть статья? Я думаю, может. Так, и тут у нас будет некое введение. Ну, давай, давай, не стесняйся. Пумс, пумс. Введение. Пусть это будет наш первый модуль. И первый раздел этой статьи будет купить оригинальные запчасти. Пумс. сейчас я вам введу правило, его тут же объясню. даже так, не сближаешь вам просто с родительским элементом. Правило такое, любой акцентный элемент на поле или во врезе должен соединяться по смыслу с родительским элементом. Что это значит? Сейчас поставим элемент на поле. Это будет фактоид. Фактоид будет такой. 72 и подпись будет такая. 1000 рублей регулярно. Стоимость замены материнской платы после ремонта неоригинальными запчастями. Я сейчас вам увеличу картинку, чтобы вы увидели о чем речь. Упс. Что это с тобой? Что-то подозрительно. Зумин 72 тысячи рублей стоимость замены материнской платы после ремонта неоригинальными запчастями. Длинноватый текст, но вот такое захотелось. Смотрим связан ли он с нашим заголовком. Вот в этом модуле есть заголовок, который выступает по смыслу как бы темообразующим или каким-то главным элементом. Я его назвал родительским элементом. То есть он говорит, что все, что подо мной, в том числе этот фактоид, относится к моей теме. Тема у меня оригинальные запчасти. Относится ли вот этот текст к теме оригинальных запчастей? Да, относится, потому что здесь есть противопоставление неоригинальной запчасти. И мы узнаем такую смысловую связку, что если ты мы советуем для ремонта макбука купить оригинальные запчасти. И если мы их не купим, то мы потратим 72 тысячи рублей на замену материнской платы. Такой вот у нас такая информационная история. Подчеркиваю смысл. Вот у этого и у этого элемента есть смысловая связь. А это значит, что они между собой связаны по смыслу, они части одной истории. И эту одну историю, частью которой они являются, мы можем понять, не вчитываясь в основной текст. Кажется, что это суперочевидно. А что если у нас было не 72 тысячи рублей стоимость замены материнской платы после ремонта неоригинальными запчастями, а здесь будет написано 72 производителя нелегальных запчастей доставляют в Россию с Алиэкспресса. Алиэкспресса. Такой вот вам фактоид. 72 производителя нелегальных запчастей доставляют в Россию, видимо, свои запчасти с Алиэкспресса. Этот фактоид, скорее всего, был связан с текстом где-то вот здесь. ну, или здесь, да. То есть, смысл имелось в виду то, да, елки-палки, имелось в виду то, что на Алиэкспрессе богатый выбор неоригинальных запчастей, и вот мы хотели вот этот текст подружить, ну, вытащить из этого текста вот эту цифру и поставить ее на поля. И это ошибка, потому что у нас нет связи между вот этим фактоидом и вот этим заголовком. Читатель, проскакивая с заголовка на фактоид, не может понять, какая между ними логическая связь. Почему мы говорим здесь про оригинальные запчасти, а здесь про неоригинальные. Откуда берется такая дурка? Такая дурка берется из-за, вспоминаем начало вебинара, проклятия инструмента. Вы знаете, что вы можете поставить фактоид, но вы не всегда знаете какой, и чтобы поставить хоть какой-то, вы берете какой-то кусочек из текста изнутри и к нему пишете фактоид. Это неправильно. Хороший фактоид должен относиться к заголовку, а не к внутренностям текста. Андрей спрашивает, можно как-то посмотреть оба постера с письмами? К сожалению, нет, нельзя. Вернем, да, как было. 72 тысячи рублей стоил замена материнской платы после ремонта китайскими запчастями. Это немного более тяжеловесный длинный фактоид, более длинная формулировка, но благодаря тому, что она дружит с заголовком, все кристально понятно. Ваша задача, в принципе, проверочный ваш механизм в том, чтобы у вас акцентный элемент был связан с ближайшим заголовком сталью, чтобы не нужно было читать основной текст, чтобы понять, через что эти две единицы смысла связаны. Это был наш второй принцип, третий уже. Любой акцентный элемент на поле или во врезе должен соединяться по смыслу с родительским элементом. Родительский элемент у нас вот здесь, элемент на поле здесь, они по смыслу должны быть связаны очевидно и без необходимости читать текст. текст. Дальше та же история, абсолютно та же история с цитатами. И то, собственно, с чего, почему я решил проводить этот вебинар, хотел бы рассказать о цитатах. Но видите, для начала пришлось много другое рассказать. Купить оригинальные запчасти. Помимо фактоида, то есть некой информации здесь с большой цифрой, мы можем написать просто текст, вырезку из статьи или вывод к какому-то из фрагментов этого текста. Давайте ее сформулируем. Китайские батареи, написанные здесь, взрываются при комнатной температуре. Ну и ставим эту штучку где-то сюда. Есть ли связь смысловая между этой цитатой и заголовком? Да, определенно есть. Мы узнали, что китайские батареи взрываются, это значит, что они не оригинальные, а нужно покупать оригинальные. Это если человек понимает разницу между оригинальными и не оригинальными, оригинальными и китайскими. Можно написать поддельные батареи. Тут я вижу, Артур спрашивает, зачем ставить фактует сразу под заголовком. Про положение сейчас поговорю через буквально 10 минут. поддельные поддельные китайские батареи взрываются при комнатной температуре. Вот такой у нас получился врез цитата. Давайте китайский уберем, чтобы совсем аккуратно было. Вот так мне нравится. Хорошо. Вот имеем цитатку, которая так же, как и фактует, связана с заголовком по смыслу. Можно было бы врезать ее вот сюда в текст. куда-нибудь вот сюда. Как мы это делаем часто в Тиньков журнале? Пунс. Да. Ну и хорошо. Нормально. Тут аккуратненько, вроде акцент. И нет ощущения перегруза, потому что здесь кроме этого акцентного элемента больше нет ничего. И соблюдается правило, что вот эти две наших прекрасных сущности смысловых вот этот заголовок и вот этот текст они между собой имеют смысловую прекрасную связь, которая очевидно не требует пояснения. Прекрасно. Так вот хорошо. Сейчас разберем еще один тонкий момент, связанный конкретно с формулировкой цитат. Давайте я сформулирую правило и объясню, как это работает. подробности напишем. Цитаты не дублируют заголовок, не банально и содержат подробности. Как бывают авторы делают при работе с цитатами. Даже тут наверное правильнее будет не не цитату сделать, а вывод в конце вот так вот. Это что же у нас по сути цитата, просто стоящая в конце раздела. Как делают часто любители рассылки главреда, последователи и просто люди, которые любят копировать то, что видят вокруг. Они пишут какой-то раздел, прекрасно его структурируют, все аккуратно, классно сделано с точки зрения модулей, гигиенические принципы нормы соблюдены, осталось добавить в конце раздела некий вывод. И вот мы имеем раздел про оригинальные запчасти, и они пишут в разделе купите оригинальные запчасти что-то из серии не тратьте деньги на китайские копии. Даже давайте для наглядности я сначала совсем кромешный случай покажу. купить покупайте только оригинал. Вот человек взял заголовок, потом взял в конце врезку, цитату, и они по смыслу не то чтобы связаны, они по смыслу совершенно идентичны. И это плохо. Плохо, во-первых, потому что ты уже это прочитал, зачем это повторять. А во-вторых, потому что если читатель читает это по диагонали, вот эта информация ему не кажется ни в коем случае новой и интересной. А если у нас на красном цитата, что-то ярко выраженное, выделенное, большое, неинтересное, то у нас и вся статья по ощущениям будет неинтересной. и когда мы пишем вот такой неинтересный вывод в конце, то мы подрываем доверие, подрываем интерес ко всему этому разделу. Если мы сейчас поменяем эту цитатку на что-то менее стандартное из серии не жадничайте, типа дорогие оригинальные запчасти сэкономят вам кучу денег на повторном ремонте. В такой ситуации, так, а ну-ка давай, трансформ, а я понял, извините, вот. Вот такая цитата врезка в конце стоит. Она гораздо более интересная, чем была раньше, потому что она относительно вот этого заголовка добавляет какую-то дополнительную информацию. Эта дополнительная информация собственно вот здесь сэкономит вам кучу денег при повторном ремонте. Вот это новая информация. И это хорошо, что мы в заголовке получили представление о чем, в цитате получили представление о что тут самое главное запомнить. И мне это в принципе более-менее плюс-минус нравится. Это нормальная такая концовка. Самый кайф будет, если у вас в цитате будет какой-то практически применимый совет прям из реальности было купить оригинальные запчасти а тут будет забудьте например Алиэкспресс и полюбите Apple Originals не знаю есть ли такие надеюсь что есть Обратите внимание на то как теперь у нас соотносится меж собой заголовок и вот эта надпись в конце в виде цитаты тут была некая абстракция теория а здесь появился конкретный практический совет что конкретно делать это гораздо круче чем то что было раньше когда мы просто дублировали заголовок по смыслу давайте это вернемся сюда и увидим цитаты не дублируют заголовок не банальны и содержат подробности часто бывает так например пишем мы статью как выбрать банк для ИП такая вот статья и там вот в этом каком-то разделе будет в каком-то разделе будет информация о том что нужно проверьте службу поддержки например и в конце автор делает вывод что при проверке службы поддержки нужно быть параноиком и он пишет здесь будьте параноиком параноиком такая надпись в принципе как будто бы кажется что это дополнение то есть это как будто бы даже практический совет тут вначале была информация какая-то общая в конце более частная но если подумать то совет будьте параноиком в общем-то не очень практически применимый очень трудно вдруг взять и перестать и стать параноиком если ты им не являешься или вдруг перестать быть параноиком это что-то из серии будьте счастливы да или делайте зарядку по утрам или тут пробел естественно да ну или знаете там бегайте правильно питайтесь пейте много воды и не нервничайте в статье о похудении типа как похудеть видите да тут сейчас где по смыслу конечно они связаны между собой вот этот заголовок с этим выводом конечно безусловно у них есть очень четкая связь однако вот это этот вывод он совершенно банальный все вообще блин знают это и этот вывод никак в жизни не применим он не касается никаких тонкостей он никак не касается реальности на самом деле это просто общие слова которые говорят всем и всегда и все об этом всегда знают да еще напишите не правильно питайтесь а соблюдайте диету да ну спасибо дружок ё-моё да 20 лет назад наверняка можно было так прекрасно написать и все было бы хорошо но сейчас уже все начитались этих статей про про то как заниматься спортом и худеть и везде одни и те же советы ничего нового не происходит в этих статьях это плохо соответственно мы имеем ситуацию когда вот такие банальные советы совершенно не вызывают интереса при чтении статьи их нужно избегать то есть ваши цитаты в конце не дублируют заголовок не банальны по содержанию в них есть жизненные подробности то есть когда мы раньше с вами делали цитату забудьте про алиэкспресс и полюбите apple originals это вот хорошая цитата или запишите номер своей страховой в телефон прямо сейчас мы подождем вот это кайф тут прямо что делать конкретно сейчас безопасность в поездке давайте напишем тут безопасность в поездке и вот запишите номер страховой прямо прямо сейчас мы подождем деталь интерес не банальный ход не банальный оборот здесь в тексте вот это кайф это хорошо вывод ваши цитаты такой же предмет главное самое я вам рассказал и это самое главное касается того чтобы вы не перебарщивали то есть не ставили что-то чтобы оно доминировало друг над другом второе чтобы те элементы которые вы ставите на поля чтобы они дружили с заголовками иллюстрации стояли всегда в основной колонке в крайнем случае мелкая деталь стояла справа и все цитаты чтобы вас были интересные подробные и не дублировали поснулся заголовок и последнее что нужно сказать сколько этих элементов можно ставить и где мой совет очень простой если следовать принципам гигиены у вас должно быть в каждом модуле по одному акцентному элементу очень просто один раздел или один модуль состоит из подзаголовка основного текста акцентного элемента если у вас иллюстрация в статье то заголовок основной текст иллюстрация или варьируйте либо иллюстрация либо акцентный элемент ставить его можно в конце как здесь в виде вывода ставить его можно вот здесь ну то есть где-то справа в конце в конце этого модуля можно его ставить в начале модуля можно в общем-то как угодно но я рекомендую чтобы было веселее тут то у нас весь заголовок он уже веселенький ставить акцентные развлекательные элементы куда-то ближе к концу ну или в самый конец если вы пишете для веба и верстаете в одну колонку не забывайте про передоз про перебарщивание про перегруз если у вас выносных элементов на полях много если вы умудрились сделать вот так упаси вас господь такое выпускать ну вот просто узрите как это страшно может быть да на самом деле конечно благодаря цвету тут можно еще как-то спастись но если я здесь включу постер то всем сразу станет очень плохо вот вам подтверждение моим словам видите как уже все довольно серьезно а если еще тут будет какая-нибудь цитата вообще кошмар это прям классический перегруз так нельзя что читать по этой теме куда идти очень просто идете на сайт бюро в раздел projects и находите там редакционные стандарты актиона нет вот обучение руководства по новому макету актиона главбуха вот оно главу guidelines кидаю сюда памс и здесь вам нужно прочитать ну я желательно конечно прочитать все потому что все что здесь сказано все эти несчастные 140 страниц 132 страничное руководство оно все прекрасное с точки зрения дизайна с точки зрения управления вниманием оно редакционно прям мощное но обязательно читайте здесь статью про принцип полочек вот эта статья обязательно читайте здесь про 7 разделов но это можно потом это не сюда акцентной нет элементы верстки вот вам нужно читать заголовок подзаголовок глава основной текст а потом фактует крик вынос рукописный комментарий главное в статье подверстка спецблямба вот эти вот все штуки читайте и вы поймете в какой логике это все строится как можно и как нельзя вот еще ради интереса почитайте про схемы действий ну и в принципе про построение спецрублик но это уже по желанию так у меня все задавайте вопросы я сейчас вам пока вы будете их формулировать поскидывать то что я сегодня написал две минуты на вопросы и буду отвечать и расходимся текст жду ваши вопросы артур фактует или цедата плюс иллюстрация в одном модуле ок может быть и ок если фактует или цитата реально интересно иллюстрацию интересно разглядывать и они стоят не в одном узле то есть они друг с другом не начинают спорить конечно какая-нибудь колоссальная огромная фотография огромных гор на весь экран и рядышком где-то через 10 абзацев или 3 абзаца маленькая цитатка отлично будет хорошо смотреться главное чтобы вот то что я вам говорил сегодня чтобы у вас всегда был четкий ответ на вопрос что главное Жанна Руденко если все иллюстрации поставить в основную колонку нозик скажет что верстка скучная не так ли нозик скажет что верстка скучная и сделает так чтобы у вас просто колонка была то справа то слева или поставит что-нибудь чуть левее чуть правее ну то есть он покажет какие-то небольшие способы это развеселить но конструкционно это все равно останется соотношение картинка текст картинка текст нозик никогда не разукрашивает не развеселивает макет просто так ради фана он всегда это делает для того чтобы убрать какую-то монотонность и монотонность можно убрать отнюдь не только тем чтобы установить несколько элементов подряд рядом друг с другом Иван вывод в конце модуля может дублировать часть текста да может но желательно чтобы он не дублировал последнее предложение из текста ну и вообще проблемы никакой нет потому что сценарий использования этого вывода в том что ты проматываешь статью по диагонали ловишь эти выводы крупно и делаешь принимаешь решение хочешь ты читать эту статью или нет если ты читаешь ее подряд то тебе уже эти выводы не особо нужны смотрю картинку Артура ну здесь не очень хорошо на самом деле я вывожу сейчас на экран здесь не очень хорошо потому что по масштабу по массе вот эти вот гантели и вот этот вывод они стоят они очень похожи друг на друга и здесь это не клево к сожалению чтобы это было клево их нужно хорошо так разделить но у меня не получилось поэтому я их поставил по соседству здесь на самом деле не то что прям мега круто и вообще на этой странице несмотря на то что она офигенная и лучше чем 99% страниц в интернете я имею в виду рекламных она все равно в ней довольно много косяков которые я еще не исправил и может уже и не исправлю никогда так какие еще вопросы пока вы додумываете я вам хотел рассказать клевую вещь смотрите может быть не клевую а как получится вот вам кусочек моей статьи из блога Death By Passive Voice здесь мне кажется на грани то есть здесь есть раз, два, три больших заголовка довольно широкая колонка и абзацы по две строки и тут еще все очень такое рыхлое дырявое то есть три столбца три строки довольно большие дырки хочется ну или хотелось бы как-то это либо сделать поплотнее уменьшить количество дыр или сделать как-то это все более не знаю по ощущениям менее рыхлым а дальше смотрите а дальше более кайфово в первой статье вот здесь специально ювелирно сделанная довольно хорошо она получилась сейчас копировать адрес ссылки а тут классно что статья разделена на такие вот модульки которые начинают у которого есть несколько абзацев вступительного текста нет ощущения рыхлости уже потому что тут текста чуть больше и тут два столбца в левой части довольно много текста в правой поменьше и вот тут именно справа это легкость обратите внимание здесь дыры слева а не справа и справа еще появился этот вот визуальный шум а тут как-то все более монолитно видите тут оранжево используется только вот в одном месте здесь это выглядит монолитно и четко и здесь такой блочный хороший вывод следующий блочок такой же конструкции и следующий блочок такой же кроме вот этого части да здесь конечно не очень хорошо что здесь появилась дыра но визуально все равно эти модули клевые последовательные хорошо собранные а в предыдущих каких-то статьях вот здесь в частности ну не очень тут можно было бы и получше так ну вроде вопросы и закончились да я благодарю вас за то что пришли я желаю вам приятных выходных если будут вопросы почту вы знаете поздравляю вас с экватором желаю успехов в учебе делайте задания хорошо не списывайте и последний момент Иван Самойлик спросил расскажите про отображение фактоида в мобильной версии Иван очень просто если фактоид очень важен и вы хотите его показать в мобильной версии врезайте его в основную колонку просто межабзац вставите а если он не очень важен там чисто для красоты то просто скрываете и все я предпочитаю скрывать чтобы на мобиле был просто спокойный монолитный текст помните про перегруз чтобы у читателя на экране всегда было понятно что главное что второстепенное если врезать фактоидом основной текст сразу станет там главным это опасно избегайте таких вещей ладно все спасибо за внимание всего вам доброго счастливо задавайте вопросы почтой если понадобится пока